Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии для вас работает Александр Масликов и вот что случилось в нашем городе к этому часу. Все идет по плану. Губернатор Приморья проверил ход аварийно-восстановительных работ в Хасанском районе. Народ негодует. Митинг против точечной застройки, роста стоимости проезда в общественном транспорте и массовых увольнений прошел бы в Владивостоке. Уличная сеть, которая прилегает к этой улице, не рассчитана на дополнительную нагрузку, на возведение этих этажных домов. Кузница талантов, участник проекта «Песни на ТНТ», но сейчас популярный артист Максим Свобода рассказал о своих планах в эфире радио BBC. Также в выпуске «Рвануло там, где не ждали». В поселке Новонежино произошло обрушение в пятиэтажном панельном доме. Есть погибшие и пострадавшие. Еще расскажем «Дети-кулинары». Социальный проект «Школа дальневосточной кухни» стартует во Владивостоке. Но об этом немного позже. Сейчас о главном. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 ноября подготовить указ о национальной программе развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Особое внимание должно быть обращено на ключевые цели и задачи развития ДФО. При этом экономический рост должен в полтора раза превысить среднее значение по стране, а уровень жизни стать выше среднероссийского. Программа также должна предусматривать остановку оттока населения с Дальнего Востока. Более того, программа должна привлечь в регион молодежь, сформировать центры высоких технологий и обеспечить сбережение уникальных экосистем. Аварийно-восстановительные работы в Хасанском районе идут по графику. Губернатор Приморья Олег Жемяков в ходе рабочей поездки в муниципалитет проверил, как выполняются поручения по восстановлению инфраструктуры сел Хасанского района после прошедших в крае ливневых дождей. Напомним, именно юг края сильнее всего пострадал в этом году от стихии. Подробности далее в выпуске. Хасанский район сильнее других пострадал от тайфунов в августе. Здесь действовал режим ЧАЭС. На ликвидацию последствий стихии муниципалитет получил 130 миллионов рублей. Олег Кожемяков побывал у дома номер 8 по улице Советская в Безверхово. Из-за схода селий здесь были повреждены подъезд и несколько квартир первого этажа. Сейчас продолжается ремонт дома и пострадавших помещений. Ведется благоустройство территорий и строительство подпорной стены. После предыдущего визита главы региона администрация района ускорила темпы работ и устранила все недочеты, названные местными жителями. По дому я вижу, что работы идут в графике. Каких-то отклонений нет. Думаю, что в конце октября, начале ноября уже квартиры будут сданы. Также, что касается этой насыпи, есть здесь некоторые проектные решения. И по водоотведению, и по укреплению этой стенки. Я думаю, что в соответствии с проектом они будут выполнены. Периодически избываем, смотрим. И самое главное, что люди будут уверены, что они от следующих наводнений должны быть защищены. Сейчас без Верхова ведутся работы и по дорогам. Подключился Примавтодор. На следующий год в план включат асфальтирование центральных улиц. А за 2-3 года завершат ремонт дорог по всему селу. Также губернатор посетил проблемный дом номер 26 по улице Янковского. В здании отсутствует централизованное водоснабжение. Нет энергоснабжения. Глава края поручил в ближайшее время все исправить. Безусловно, необходимо сделать электроразводку, которая не менялась с 1984 года. Необходимо сделать водопровод. Потому что сегодня люди воду подают на второй этаж путем приспособленных насосов. Люди пожилые проживают там. Те, кто раньше работал на заставку. Поэтому, конечно, мы сейчас дадим поручение главе района с тем, чтобы он заключил соответствующий контракт и привел этот порядок. Еще один социально важный объект, который восстанавливает после ЧАЭС – Хасанская районная больница. Здесь реконструируют подъездные пути. Ремонт больницы уже начат и будет завершен до конца года. На эти цели из краевого бюджета было направлено около 25 миллионов рублей. Дмитрий Беломестнов, Новости на восьмом. В Приморье главный единоросс уходит со своего поста. О своем решении сложить полномочия секретарь Приморского регионального отделения партии «Единая Россия» Людмила Толобаева объявила на личной странице Facebook заявление с просьбой освободить ее от должности, связанное с состоянием ее здоровья и занятостью по основному месту работы в Совете Федерации. Подала заявление в ЦИК партии с просьбой освободить меня от должности секретаря Приморского регионального отделения «Единой России». Прошу понять меня правильно и не строить больше конспирологических версий. Считаю свое решение оправданным. Написала на своей странице секретарь партии. Людмила Толобаева подчеркнула, что выполнила свои основные задачи. Это выбор губернатора и организация коллективной партии. По ее словам, все сейчас готовятся к выборам в Госдуму в 2021 году. Все сейчас секретарь регионального отделения не знает, кто ее сменит. Это решение будет принято только в ноябре. Пятиэтажный панельный дом в поселке Новонежино, где в ночь на вторник произошел взрыв и обрушились перекрытия, обследуясь с помощью специального оборудования. ЧП произошло по адресу улицы Авиаторов, 23. Рухнула потолочная плита, несущая стена и лестничный пролет между четвертым и пятым этажами. По данным спасателей, погибла 44-летняя женщина. Еще два человека госпитализированы. Один из них несовершеннолетний, второй с инвалидностью. Они находятся в больнице. 19 жителей пострадавшего подъезда эвакуировались самостоятельно. Следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело. В клубе поселка Новонежино организован пункт временного размещения. В подъезде, где произошло обрушение, отключили электропитание и водоснабжение. Предварительно установлено, что обрушение стало возможным из-за неисправного водонагревателя, находящегося в ванной комнате соседней квартиры или иного бытового фактора. Дом не газифицирован. Следов взрывчатых веществ на месте не обнаружено. Губернатор Приморья также заявил, что будет выплачено по 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества квартирам, которые наиболее пострадали. Также по 10 тысяч рублей жильцам пострадавшего дома выплатят на приобретение предметов первой необходимости. Расследование уголовного отдела продолжается. Назначены экспертизы. Допрашиваются свидетели. Митинг против точечной застройки, роста стоимости проезда в общественном транспорте и массовых увольнений прошел возле дома молодежи во Владивостоке. Около сотни горожан заявили протест против строительства многоэтажек рядом с их домами. Борьбу с застройщиками многие ведут месяцами. Повышение платы за проезд в общественном транспорте активные горожане также считают неправомерной. Подробнее расскажет Светлана Садовая. Здесь жители улиц Надибаидзе, Херсонской, Чапаева, Кирова, Нерчинской и Уткинской. Около сотни человек. Владивостокцев из разных районов города объединяет одна общая беда, характерная для нашего города. Все они выступают против точечной застройки рядом с их домами. У многих эта безнадежная борьба с незаконным, по их мнению, строительством многоэтажных домов на месте скверов и парков тянется месяцами. Поэтому люди собрались и вышли на митинг Дому молодежи. Многоэтажный дом между Надибаидзе-1 и Херсонской-8 собирается строить ООО «Владстройзаказчик». Однако работы на участке до сих пор не ведутся. Поскольку на нем растет несколько десятков деревьев, земля находится в рекреационной зоне Р1. Поэтому администрация Владивостока отказала застройщику в выдаче разрешения на снос зеленых насаждений. Тем не менее, это не помешало владельцам участка обнести его забором и установить пункт охраны. Сейчас основные баталии по поводу судьбы участка проходят в суде. Через год, на 1 января... Другая горячая точка расположена в районе домов Чапаева-8, Кирова-116 и Кирова-112. Здесь планируют построить два дома по 30 этажей на участке, где расположены местный сквер и парковка. Также на митинге выступили жители Нерчинской и Уткинской, которые предполагают, что в их районе на месте бывшего барака по адресу улица Уткинская, 21, развернется очередная точечная застройка. Уличная сеть, которая прилегает к этой улице, не рассчитана на дополнительную нагрузку, на возведение этих этажных домов. Вы сами понимаете, в каждой семье сейчас по два автомобиля. Парковок нету, нету зон для отдыха людей. Кроме точечной застройки, жители Владивостока на этом митинге выступили против повышения платы за проезд в автобусах. С 23 до 28 рублей его подняли полмесяца назад. Но качественных изменений в работе городских автобусов горожане не заметили. Владивостокцы жалуются на старые ржавые машины, грубость водителей и телефонные разговоры за рулем. Для меня это чувствительно, потому что я пенсионер, мне уже скоро 84 года. Представьте, что я кроме как транспортом общественным не могу пользоваться. Повышение платы за проезд происходит не в первый раз. Однако автобусы на дорогах города год из года становятся темой жесткой критики и у многих вызывают чувство стыда за Владивосток, который уже почти год является столицей всего Дальнего Востока. Светлана Садова, Евгений Апарин. Новости на восьмом. Анализ рынка труда Дальнего Востока позволил сделать выводы, что врачи являются самыми дефицитными специалистами в округе. Такой вывод сделали эксперты платформы HeadHunter, проанализировав вакансии и резюме, размещенные в 2019 году. Также было отмечено, что врачи стали лидерами рейтинга дефицитных специалистов во многих регионах Российской Федерации. На биржах труда сегодня зарегистрированы тысячи медиков, в то время как потребность в специалистах в России в разы больше. Страна нуждается в онкологах, психиатрах, ортопедах, окулистах, неврологах и многих других врачах. По данным Минздрава, только поликлиники испытывают дефицит в 25 тысяч врачей и 130 тысяч медсестер. Как считают в Минздраве, временным разрешением ситуации может стать привлечением в Россию мигрантов, имеющих врачебную специальность. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, сразу после которой. Кузница талантов. Участник проекта «Песни на ТНТ». А сейчас популярный артист Максим Свобода рассказал о своих планах в эфире радио Ви-Би-Си. Дети-кулинары. Социальный проект «Школа дальневосточной кухни» стартует во Владивостоке. Батареи стынут дальше. Приморские метеорологи обещают на этой неделе повышение температурного афона на 5-7 градусов. Партнер выпуска новостей – торговый дом «Планета безопасности». Хотите узнать, что делают ваши работники? А что делают сейчас ваши дети? Кто у вас на даче? Планета безопасности ответит на ваши вопросы. Работа кипит. Дети под присмотром. На даче все в порядке. С вами по-прежнему Александр Масликов. И мы продолжаем. Кузница талантов. Участник проекта «Песни на ТНТ». А сейчас популярный артист Максим Свобода рассказал о своих планах в эфире радио Ви-Би-Си. Дети-кулинары. Социальный проект «Школа дальневосточной кухни» стартует во Владивостоке. Батареи стынут дальше. Приморские метеорологи обещают на этой неделе повышение температурного афона на 5-7 градусов. Участник проекта «Песни на ТНТ» сейчас популярный артист Максим Свобода прибыл с сольным концертом во Владивосток. Перед выступлением певец стал участником шоу «Экватор» на радио Ви-Би-Си, где рассказал о новом альбоме, творческих планах и личной жизни. Подробности у Катерины Матвеевой. Новое звучание, сложные формы, разноплановость. Альбом Максима Свободы краски и стремительно покоряет интернет. А теперь авторские песни услышит и Владивосток. О своих творческих планах певец рассказал в эфире шоу «Экватор» на радио Ви-Би-Си. Я не думаю, что я должен о чем-то конкретном, в каком-то конкретном стиле петь. И, во-первых, я никому не обязан ничем. Это самое главное. Что хочу, то пою. Максим завоевывает слушателей своей кошачьей манерой исполнения и бесконечным драйвом композиции. В альбом краски вошло чуть больше десятка песен. Он получился очень разношерстным, но вместе с тем объединенным одной историей. В некоторых песнях можно услышать признание в любви к родному городу, Владивостоку. «Однажды до нас построят метро, и кто-то будет жить в Москве, но так далеко, что из окна его дома будет видно легко гостиницы Китая и лодки браконьера Северной Ко. Там будут вагоны с правым рулем, стих дает только в самом начале мастер ждем». После проекта песни над ТНТ Максим много гастролировал. Над сольным альбомом певец работал год и говорит, что для него это длительное время. При записи было использовано много гитарного звука, что в последнее время стало редким явлением на современной российской сцене. «Четыре года в Москве. Тебя не изменили? Душа осталась приморской или все-таки уже столичной?» «Вы знаете, душа становится еще более приморской с каждым годом проживания в столице. И чем дольше ты там находишься, тем больше хочется вернуться домой». Концерт «Свободы» состоится 15 октября в клубе «Водолей». Максим обещает исполнить 25 композиций за полтора часа. Символично, что именно здесь, на тот момент в клубе «Би-Сби», много лет назад состоялся первый концерт артиста. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом. «Белыми гулями мне в висок, все двери на замок, нам после останется только сок, небо на потолок». Социальный проект «Школа дальневосточной кухни» стартует в Приморье. Реализация этого проекта стала возможной благодаря победе в конкурсе фонда президентских грантов и помощи партнеров проекта. Огромную поддержку оказывают и рестораны Владивостока, и прежде всего сами шеф-повара, которые откликнулись на инициативу проводить мастер-классы не только во Владивостоке, но и в отдаленных центрах содействия семейному устройству, расположенных в крае. На днях состоялся первый мастер-класс в центре содействия семейному устройству «Находки». Шеф-повар ресторана русской кухни «Гусь-карась» рассказывал о тонкостях приготовления пельменей с красной рыбой, вареников с ягодой, а также с удовольствием отвечал на вопросы детей со своей профессиональной точки зрения. Цель проекта – показать ценность локальных продуктов и вырастить поколение здоровых детей. В рамках школы шеф-повара ресторана Владивостока учат готовить детей, оставшихся без попечения родителей и проживающих в центрах содействия семейному устройству Приморского края. И делятся секретами профессии. Будет проведено 16 кулинарных мастер-классов для 240 детей от 12 до 16 лет. Организаторы выбрали доступные дальневосточные продукты и отработали пошаговые рецепты приготовления блюд. Земля леопарда призывает к особой внимательности водителей, посещающих Хасанский и Надеждинский районы. Кроме того, в преддверии нового охотничьего сезона ученые напоминают, случайная ошибка на охоте может по закону обернуться серьезными последствиями. Накануне в районе поселка Краскино заметили самку дальневосточного леопарда и двух котят, которые вышли за пределы национального парка. Специалисты связывают это с ростом популяции, поэтому эти кошки все чаще фиксируются в не особо охраняемых природных территориях. Помимо этого, ученые напоминают, что человеку нечего опасаться. В отличие от амурского тигра, дальневосточный леопард не нападает первым на человека. Необходимо с пониманием относиться к таким встречам и ценить подобное соседство. Приморские метеорологи обещают на этой неделе перестройку синаптических процессов. В середине недели ядро азиатского антициклона сместится к югу, а над северными районами Дальнего Востока станет смещаться циклон и перекроет заток холода на юг. Приморье окажется в теплом секторе фронтальной зоны. Начнется повышение температурного фона. Максимальные температуры будут в пределах 12-19 градусов с плюсом. Во Владивостоке погода порадует отсутствием осадков. Если начало недели было холодным и ветреным, а температура держалась ниже климатической нормы на 3-4 градуса, то с середины недели ветер ослабеет. Температурный фон начнет повышаться. К концу недели станет теплее на 5-7 градусов относительно первых двух дней. В крае к предстоящим выходным столбики термометра в днем могут подниматься до 15-18 тепла. Инвалиды Приморья встретились на чемпионате по шахматам и шашкам. Интеллектуальные игры собрали колясочников, людей с ДЦП и даже незрячих спортсменов. Партии за черно-белой доской, по мнению врачей, являются хорошей профилактикой для людей с ограниченными возможностями. Подробнее расскажет Максим Яковлев. В этом виде спорта вся борьба происходит в головах, и физическое состояние участников партии не имеет значения. Именно поэтому шахматы и соседние по классу шашки так спокойно даются людям с ограниченными возможностями. Недавно во Владивостоке для них прошел целый чемпионат Приморья. В нем сошлись инвалиды с самым разным опытом. Были и новички, и постоянные участники городских и краевых соревнований. Бороться за черно-белой доской могли колясочники, люди с ДЦП и даже незрячие спортсмены. Это единственный вид спорта для незрячего человека, который может наравне бороться со зрячими людьми. Это очень морально меня настраивает на общую жизнь. Ну и вообще меня шахматы поглотили. В каком бы я ни был физическом состоянии, кроме зрения, я все равно в их играю. Сегодня роль интеллектуальных игр в жизни инвалидов и пожилых людей изучают целые институты. Например, недавно врачи выяснили, что занятие шахматами позволяет избавить таких мужчин и женщин от слабоумия и болезни Альцгеймера. Этот древний вид спорта также дает жизненную силу нейронам в мозге, способствует развитию интеллекта и поддерживает в тонусе здоровье человека. Всем известно, что любое общение, любые встречи для таких людей – это очень важно. И мы стараемся охватить различные виды спорта, стараемся, так сказать, максимально насыщать жизнь людей, имеющих различные ограничения, чтобы они были вовлечены в социум и общались друг с другом. В последнее время в Приморье сферам инваспорта нет границ. Такие люди спокойно занимаются плаванием, баскетболом, пауэрлифтингом, бильярдом и многими другими дисциплинами. И мало того, что эти спортсмены опровергают свои ограниченные возможности, так еще и каждый год умудряются прославлять наш регион на всероссийских соревнованиях. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Все идет по плану. Губернатор Приморья проверил ход аварийно-восстановительных работ в Хасанском районе. Рухнуло где не ждали. В поселке Новонежино произошло обрушение в пятиэтажном панельном доме. Есть погибшие и пострадавшие. Народ негодует. Митинг против точечной застройки, роста стоимости проезда в общественном транспорте и массовых увольнений прошел во Владивостоке. Кузница талантов. Участник проекта «Песни на ТНТ». Сейчас популярный артист Максим Свобода рассказал о своих планах в эфире радио ВИБИСИ. Дети-кулинары. Социальный проект «Школа дальневосточной кухни» стартует во Владивостоке. Батареи еще не включат. Приморские метеорологи обещают на этой неделе повышение температурного фона на 5-7 градусов. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8-го канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8-й канал. Главное – Владивосток. Субтитры создавал DimaTorzok